Друзья, всем привет! Вы на канале Железный Мир, с вами Болос Сергей. Я являюсь вице-чемпионом Московской области, бронзовым призером Кубка Москвы в категории юниоры. Сейчас идет полным ходом моя подготовка на предстоящий весенний сезон. Осталось буквально три недели до Кубка Москвы. И это одна из моих последних тренировок на ноги. Сейчас минимум весов, очень много интенсивности, проработки, детализации ног. Но, собственно, сегодня мы вам покажем тренировку ног на подготовке. Присмотритесь и обратите внимание на скрытый от глаз. Это не съемки фильма. Он не актер. А потеет он по-настоящему от тяжелой работы. Настоящих атлетов, знающих толк в тренинге, не удивить подобным. Для них такие декорации – часть повседневной жизни. Это их общность. Это их офис. Это их фокус-группа. А это их протеин. Голд стандарт 100% Уэй. Начинаем, как всегда, с разгибания ног, независимо. Массонабор или же подготовка. Единственное, отличается немножко стиль выполнения упражнения. На подготовке как можно больше фиксируемся в конечной точке и прожимаем наши ведра. Почему я сказал, что это одна из последних тренировок? Несмотря на то, что еще до стартов порядка трех недель. Потому что выступающие спортсмены за пару недель до сцены убирают всю нагрузку с ног. Оставляют только позирование, прожимку. Так как работа с отягощением, она мешает проработке и детализации ног. Ноги отекают, когда восстанавливаются. И это мешает детализации. Поэтому сейчас наслаждаемся крайними тренировками ног без углеводов. Опять же, в крайних тренировках ног мы убираем полностью тяжелые базовые движения. Такие как приседания, сжимы ногами с большими весами. И уходим на многоповторные упражнения. Поэтому сегодня будем делать акцент на выпады. Поочередно на каждую ногу. Посмотрим. Прошлый сезон выдался довольно-таки удачно для меня. Получилось везде попасть в тройки призеров. На самом деле, очень многие думают, что юниоры это слабая категория. Но практика показывает, что даже победители в юниорах еще зачастую выиграют и мужские категории. Так как сейчас возраст юниоров продлил до 23 лет. И довольно уже сильные спортсмены в этом возрасте получаются. Поэтому выиграть юниоров это тоже очень сложно и большой труд. Так что трудимся дальше. Следующим упражнением сегодня будет это приседания в колодец. Опять же, с небольшим весом, но с максимальной концентрацией. И с большим количеством повторений. 30-40 до 50. Отдых минимальный. Потеем, прожимаемся, работаем. Три упражнения на верхнюю часть бедра на квадрицепс мы выполнили. Пора перейти к задней поверхности. Это бицепс бедра, икроножные. И сейчас сделаем одно из моих любимых упражнений. Это мертвая тяга. Опять же, в частичной амплитуде, дабы сохранять постоянное напряжение в рабочей целевой мышце. Сейчас это будет мой четвертый выступательный сезон. И так сложилось, что в прошлый раз я выступал два сезона подряд. Затем сезон пропустил. И в этом получилось так же. Мне это нравится. Почему? Потому что ко второму соревновательному сезону подряд ты подходишь уже в максимально хорошей форме. Ты не успеваешь ни разъедться. Ты постоянно держишь себя в форме. И это мне нравится, потому что кардио делать можно меньше. Ну и постоянно полгода ты хорошо выглядишь. Вторым упражнением на бицепетра сегодня будет, опять же, одно из моих любимых упражнений. Это сгибание ног лежа с гантелью в стопах. Может, кто-то не видел, подчеркнет для себя как новое упражнение. Но мне оно намного нравится больше, чем сгибание ног в тренажере. Потому что здесь постоянная нагрузка, вес свободный, включается в работу довольно много мышц стабилизаторов. Поэтому нагрузка намного лучше и эффективнее, нежели чем в тренажере. Ну и заключительное упражнение на сегодня. Это будет подъем на носки с отягощением. На цепь повесим гантельку. И проработаем наши икроножные. Опять же, практически со свободным весом. Вот и подошла к концу наша сегодняшняя тренировка ног. И, если вы заметили, практически вся тренировка, за исключением первого упражнения, разгибания ног, была выполнена со свободными весами. Поэтому тренироваться можно везде. Начиная от подвальной качалки и заканчивая огромным фитнес-клубом, было бы желание. Спасибо, что уделили внимание этому ролику. Если понравилось, ставьте лайки, делайте репосты. И с вами был Сергей. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова